Всем привет! Сегодня у нас на обзоре автомобильное зарядное устройство 4 в 1. Вместо одного порта, сразу 4 зарядки. При этом в штекере есть дополнительное гнездо для подключения дополнительных каких-то устройств. Также имеется дисплей, с которого отображается актуальная информация с каждого USB порта, а также вольтаж аккумулятора в машине. Общая емкость на выходе составляет 90 Вт. В данной зарядке установлен смарт-чип, который отвечает за безопасную зарядку, поддерживает практически все современные устройства, поддерживает протокол Power Delivery, умеет интеллектуально распределять мощность на все порта и встроена многоуровневая защита. Приходит в солидной фирменной упаковке, магнитная крышка, открыв которую получаем дополнительную инструкцию, а также внутри видим саму зарядку. Она состоит из штекера, в котором располагается гнездо, гнездо закрывается пластиковой крышкой, провод и сама зарядка. Из гнезда в штекере на выходе мы получаем 60 Вт мощности, чего с головой хватает для подключения каких-то других устройств. Обратите внимание, что каждый порт имеет свою мощность. USB 1 27 Вт, USB 2 18 Вт, USB 3 24 Вт и USB Type-C 45 Вт максимальный. Суммарная мощность, еще раз сделаю акцент, 90 Вт. А на этом информационном листке указано, какие протоколы поддерживает каждый USB порт. И мы каждый USB порт проверим. В инструкции имеется русский язык, поэтому можете нажать на паузу и детально все изучить. Качество сборки меня очень порадовало. Отсутствует неприятный запах, пластик приятный на ощупь, матовый. Кабель толстый, но при этом мягкий, длина его 90 см. Контакты плотные и надежные. С обратной стороны зарядки располагаются вентиляционные отверстия. На зарядке имеется подвижная ножка, у нее есть небольшой угол наклона. На ней уже наклеен двусторонний скотч и один идет в комплекте. У самой зарядки современный дизайн. Каждый USB порт не только отличается цветом и размером, но и подписан. Гнездо внутри выполнено полностью из металла. Так как у нас нет автомобиля, будем тестировать его стационарно. Блок питания на 12 вольт 5 ампер со специальным гнездом. Подключаем. Засветился экран и через несколько секунд отобразился вольтаж в сети. Кстати устройство может работать как от 12, так и от 24 вольт. Проверять правдивость поддерживаемых протоколов зарядки я буду современным USB триггером. Проверяем первый USB порт. Вверху будут отображаться данные от производителя. Поддерживает все современные заявленные протоколы и я даже насчитал на один больше. Теперь тестируем USB порт номер 2. Такая же ситуация. 4, которые заявил производитель и еще плюс 1. USB порт номер 3. Точно такие же показатели как и в USB порт номер 1. Теперь берем кабель USB Type-C на USB Type-C и проверяем порт зарядки USB Type-C. Пункция Power Delivery. Также все соответствует данным характеристикам и на протоколе PPS например можно получить 21 вольт 2,2 ампера. И как заявил производитель максимальный выход 47,2 ватта на этом выходе. Ну и давайте еще проверим максимальную нагрузку с одного USB порта на 5 вольтах, постепенно увеличивая ампераж. Дойдя до нагрузки 3,9 ампер, вольтаж резко просел ниже 5 вольт и устройство отключилось. Сработала защита. Ну и теперь я создал условия максимальной нагрузки. Подключил два современных устройства Poco X3, Redmi Note 10, подключил Power Bank на зарядку через USB Type-C и планшет Apple. При этом информация на экране периодически меняется. Отображается потребляемый вольтаж и мощность в ваттах. На первом порту сейчас у нас 9 вольт, а на планшет идет 5,2 вольта. На порт номер 3 Redmi Note 10 поступает не 9 вольт, хотя должно, а всего 5,2. А все потому что не хватает мощности, так как больше 90 ватт он технически выдать на 4 порта не может. Сейчас я отключу Power Bank и смотрите что произойдет. Технология зарядки переключилась на третьем USB порту на 9 вольт, 10 и выше. Порт номер 1 при любом раскладе выдает нужный вольтаж, а вот остальные немного компенсируют его между собой. Лично я очень доволен данной зарядкой. Со стола для обзоров она никуда не денется, хотя она и автомобильная, но я ее буду использовать во время тестов. Такая зарядка на столе не помешает. Ну а если вы ее покупаете для себя в автомобиль, а я думаю вы захотите ее приобрести, то вы с легкостью сможете разместить ее в любой части вашего автомобиля. И я ведь вам совсем не сказал что это за фирма, запоминайте, бренд Ace Fast. В официальном магазине на сайте Алиэкспресс цена на момент обзора составляет 23 доллара 32 цента. За автомобильную зарядку с 4 USB портами мощностью 90 ватт, да еще и гнездо в вашем автомобиле будет также свободно, всего-то такие деньги, думаю оно того однозначно стоит. Кажется все рассказал об этой модели? Ставьте лайк за труды, ссылка есть в описании. Всем спасибо, пока!